всем привет меня зовут вика давайте посмотрим новый расклад таро для мужчин какие же перемены вас ожидают в личной жизни как всегда настраивайтесь на расклад для энергообмена ставьте лайк подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями и смотрим каких энергиях вы находитесь вы человек который довольно такой знаете сам по себе очень романтичный вот вы настолько влюбчивый да вот были времена когда может быть и сейчас вы влюбчивым вам нравятся красивые ухоженные женщины вы человек который любит красивые поступки вот вы ради женщины знаете вот как когда-то пели серенады под балконом да вот умеете любите это делать вот когда любите вам бы хотелось знаете создать семью у кого-то это может проигрываться что уже есть женщина на примете да вот с которой вы допустим встречаетесь из которой вы хотели бы создать семью вот влюбились по самое не могу у кого-то даже вот если нету женщины на данный момент вам бы хотелось создать семью да Потому что семья — это ваше всё, это ваше детище, ради кого и ради чего стоит жить. Потому что вы, когда живёте, вы живёте в первую очередь не для себя, а для других. Вы такой человек, что вы отдаёте всегда то детям, то женщине любимой зарплату, может быть, подарки, что-то покупаете, возите куда-то родителям, может быть, кто-то помогает, либо же помогал, когда были ещё родители. Вы такой человек, когда вы в отношениях, вы всегда стойко выносите вместе как-то все тяготы. Вы из тех, которые не будут при первой же какой-то сложности в отношениях, вы не будете опускать руки. Вы вообще для женщины, либо же сейчас, неважно, есть у вас сейчас женщина, либо же нет, потому что общий расклад, вы надёжная поддержка и опора. Вот вы настолько человек, который всегда может подставить плечо и руку протянуть. И неважно, это финансовая поддержка, моральная поддержка, абсолютно неважно. Причём вот вы такой настолько однолюб, вот вы если любите одну женщину, то другие для вас как-то вообще не существуют. Единственный момент, когда вы понимаете, будучи в отношениях, допустим, либо же это раньше было, если у вас была раньше семья, если вы понимаете, что вы больше не нужны женщине вашей, вот вы любите, но вас не любят, так скажем, если вы чувствуете холод, если у женщины постоянно болит голова для вас, тогда да, тогда вы можете и на левак сходить, да, просто от безысходности. Не потому, что вы такой плохой гулёна, да, вот именно потому, что ненужный, да, вот состояние ненужности. А для мужчины довольно важно чувствовать себя любимым и нужным. Когда мужчина это чувствует, у вас ведь тогда вырастают крылья, да, хочется горы сворачивать. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Потому что для мужчины это есть очень большая мотивация, когда любимая женщина, да, вас похвалит, когда она это ценит, всё, что вы для неё делаете. Тогда хочется ещё, ещё, ещё делать, да, вот такая цепная реакция появляется. Но ещё раз говорю, вы абсолютно не гулёна. Вот вы любите одну женщину, но если вы чувствуете всё, что вы ей больше не нужны, да, что отношения рушатся, да, вы можете сохранять ради детей семью. Я думаю, некоторые из вас, особенно у кого вот маленькие дети, могли сохранять семью какой-то период вот ради детей, потому что вы очень сильно любите детей, ну, либо же ребёнка, у кого один ребёнок, да. Так, что же вы ещё у нас за человек? Что нам покажут? Ну, столько вот, знаете, редко можно найти человека с такой вот заботой. Потому что вот почему-то у нас в обществе принято считать, что вот это женщины только у нас такие заботливые. Хотя нет, знаете, вот я чем больше читаю ваши комментарии, тем больше я, ну, в таком приятном шоке. Какие вы слова пишете, да, как хочется любви, как вам хочется и заботиться, и любить, и звезду с неба достать, да, ради любимой женщины. Главное найти её. Главное, чтобы она оценила. Вот сейчас, знаете, вот проигрывается ситуация, когда, ну, скорее я бы сказала, что ваша любимая женщина всё-таки осталась позади. Ну, у большинства скорее. Вы мечтаете о новой женщине, вам хочется новых отношений, но теперь у вас будет уже совершенно другой подход к женщинам. Вот вы точно так, да, вы будете заботливы, ну, просто по-другому вы не умеете. Вас так воспитали. Ну, вы просто с молоком матери впитали вот такое отношение к женщинам. Ну, не умеете вы по-другому. Несмотря на то, что, да, было тяжело, было очень неприятно, было больно. Причём может даже проигрываться ситуация, что вы даже догадывались, что женщина, может быть, где-то там ходит, изменяет, что женщина врёт. Но то ли вы не хотели в это верить, да, вот вы таким вот самообманом занимались. Вам могли даже знакомые говорить, что где-то с кем-то, может быть, видели. Либо же вы какие-то улики находили, да. Но всё равно вот не хотелось этому верить, да. Вот самообманом могли заниматься и всё так же продолжали за ней заботиться, ухаживать, да, любить её всё так же. Хотя, да, знаете, вот состояние, когда душа и сердце рвётся, когда ты умом понимаешь, что что-то не так, а сердце верить не хочет. Это, конечно, тяжелейшая ситуация, которую вы пережили. Ну, ничего, знаете, с этим не поделать, потому что, ну, когда любишь человека, ну, ты не можешь просто взять и выключить своё сердце, да. Вот особенно даже, когда, допустим, внезапно ты узнаёшь, что тебя предавали, что у неё есть кто-то на стороне, всё равно очень многие мужчины продолжают любить. И среди вас есть ещё до сих пор мужчины, которые всё так же не могут её забыть. Вот понимаете, да, вот больно, обидно, предала, да, здесь и враньё, здесь может быть и два в одном, то есть здесь много всего, да, накопилось. Но, тем не менее, всё равно вы не можете её пока отпустить. Очень тяжело, очень тяжело, потому что очень сильная любовь была и пока ещё остаётся. Знаете, такая вот любовь через боль, через обиду такая. Так. Что же происходит? Давайте. Ну, сейчас, вот я пока, да, я не вижу в личной жизни у вас женщины новой, которая могла бы претендовать именно вот на серьёзные отношения с вами. Я вам скажу, что в вашем окружении даже может проигрываться, что женщины какие-то, ну, даже бегают за вами, я бы сказала, да. Кто-то флиртует, кто-то пытается глазки строить, улыбаться, как-то заманить к себе. Ну, все вы прекрасно знаете, все эти женские штучки, все эти уловки вы прекрасно знаете. Но, тем не менее, пока ни одна не смогла как-то вот пробить ваше сердце. Ну, ни одна не смогла так в душу запасть, да, вот именно через вот эти ваши перипетии, которые были в вашей жизни. Хотя, да, вам хочется, хочется семьи, да, но пока вот как-то не смогли вы до сих пор влюбиться. А давайте-ка спросим, а почему вот пока вы до сих пор не смогли никого в сердце, ну, пустить в сердце, да. И снова вы император. Ну, смотрите, вот здесь есть момент недоверия. Вот до сих пор вы не можете пустить женщину в сердце, хотя вот даже, возможно, у кого-то из вас уже и есть, да, какое-то знакомство, да, вот это какие-то первые шаги, новые отношения могут завязываться. Но есть момент недоверия, когда вот вы считаете, что женщина может то ли притворяться, да, то ли быть корыстной, изменчицей. Здесь может даже быть момент, когда вот это у тех, кто сейчас уже начинает отношения, я говорю, вы можете даже присматриваться, да, вот вы не очень торопите отношения, потому что вы присматриваетесь, вы очень осторожно входите в эти отношения, потому что уже обжигались, потому что уже было больно, и потому что больше вы такой боли не хотите, да. Это могут проигрываться какие-то даже вот проверки, да, на верность, это могут быть проверки на корыстность, вот на денежные моменты все, да. Бывают такие моменты, когда даже вот своих друзей подсылают как-то, да, и проверяют, вот женщина поведется на новое знакомство, как бы, или не поведется. Ну, то есть по-разному все проверяют, да. Смотрите, вы снова выпали императором. Я уже, в принципе, даже не удивляюсь, потому что вот вы здесь, вот кто заходит на мой канал, да, я и по вашим комментариям, я прекрасно поняла, и когда-то я опрос делала, да, вот в каком вы статусе находитесь. Конечно же, большинство здесь людей, которые одиноки, которые разошлись, да. И вот несмотря на то, что большинство из вас пережили такую сильнейшую травму, вот разрыв с женщиной, вы все так же остаетесь сильным мужчиной, потому что императора его сломить, в принципе, невозможно. Да, император можно сделать больно, у императора тоже болит сердце и душа. Император может наедине пустить скупую слезу, да, так втихаря, чтобы никто не видел, потому что, ну, тоже вы живые люди. Но, тем не менее, вы никогда не покажете, что вам плохо, что вам больно, что вам одиноко. Разве что, может быть, ну, самый-самый там близкий друг, либо же там, я не знаю, брат, может быть, отец, ну, с кем у вас очень-очень такие доверительные отношения. И то, я думаю, ну, на все 100% все равно вы душу изливать не будете, потому что вы сильный мужчина, да. Вот император, ну, это сильный мужчина, априори просто. А сильный мужчина, как правило, привык все проблемы решать сам, привык принимать решения сам, привык внутри себя как-то это всё обдумывать, обмозговывать, да, что делать дальше, как жить дальше. Поэтому я вам скажу, вы, в принципе, не поменялись, да. Единственное, вот у вас есть некоторые страхи, вот опасения перед новыми отношениями, просто потому что делали больно, потому что вам не хочется повторения этой боли. И, в общем-то, это нормально. Вот забота, ну, точно так, вот вы будете в отношениях, и у вас всё это будет, опять же, да, вот вы таким же заботливым, нежным, ласковым будете. Давайте теперь посмотрим, какая же женщина придёт в вашу жизнь, да, будут ли перемены или нет в вашей жизни. В личной жизни, я имею в виду, да, сегодня мы смотрим исключительно личную жизнь. Смотрите, в вашу жизнь придёт женщина, причём даже вот по судьбе, вот именно в тот период, когда это нужно, именно в тот момент, когда вот, ну, как бы сама судьба решит. Причём это может быть знакомство где-то либо в дороге, либо же может быть, что женщина сама приезжая, да, она может быть живёт уже с вами, там, в одном городе, либо в деревне, там, кто где живёт, но сама она может быть не местная, ну, то есть, у кого как, да, потому что общий расклад, не забываем. Что это за женщина? Давайте-ка посмотрим. Женщина тоже, знаете, вот она в чём-то похожа с вами, она тоже с израненной душой, поэтому вот в каком-то смысле, знаете, вот она, ну, стала более такой, ну, я не скажу, что холодной стала, ну, наверное, немного пожёстче, хотя она на самом деле, она очень добрая, она любит детей, да, вот не исключено даже, что у неё есть дети, пусть это вас не пугает, я прекрасно помню, как некоторые из вас пишут в комментариях, что нет, чужие дети нет, ну, поверьте мне, когда мужчина по-настоящему любит женщину, то дети – это не помеха, всё остальное – это всего лишь отговорки, это просто не любовь, если коротко. Ну, понятное дело, что чужих детей вы не полюбите так, как своих, но это понятно, когда дважды два, но тем не менее, хорошо относиться и принять чужих детей, но это только, если вы полюбите по-настоящему, всё остальное – отговорки. Смотрите, женщина очень такая, знаете, несмотря на то, что вот её жизнь тоже, в принципе, закалила, она немного так осторожно с мужчинами сходится, она абсолютно не гуляка, она настолько, вы знаете, как-то вот продуманная в этих вопросах, она тоже очень осторожно подходит к знакомствам с мужчинами, она не будет бросаться на каких-то первых встречных ради чисто романчиков, абсолютно нет. Она довольно неплохо жила какой-то период и одна, потому что она пережила тоже довольно тяжёлое расставание, она пережила боль, поэтому, но она не торопила события, она не спешила вступать в отношения, причём, как-то, знаете, вот ей довольно неплохо было этот период, весь ей одной. Я не скажу, что она не хочет вообще никаких отношений, да, но так уж случится обстоятельство, да, у каждого это будут свои обстоятельства, что вот вы познакомитесь, и как-то вот сразу с первой встречи, как-то вот, ну, ну, потянетесь друг к другу, знаете, вот как бывает, чувствуешь родную душу, да, вот просто бывает в автобусе, да, где угодно, в магазине разговорились, да, и ты чувствуешь, что это твой человечек, тебе комфортно, тебе приятно, тебе хочется ещё-ещё общаться, хочется разговаривать с ней, да, то есть не переживайте, эта женщина абсолютно не охотница за деньгами, эта женщина не гуляка, да, она прекрасно себя чувствует даже вот одна, потому что она много натерпелась, она очень такая сострадательная, она добрая, и вот будет, кстати, вот когда у вас завяжется момент знакомства ваших, да, здесь может быть ситуация, что как бы не объявился какой-то там её, то ли это бывший муж, но то ли ухажёр, да, что может быть, будьте бдительны, будьте осторожны, может быть вот конфликтная ситуация, чтобы не было никаких вот последствий с бедствиями, да, то есть не нужно лезть на рожон, даже если появится, допустим, её бывший муж, ну, можно без кулаков, так скажем, это всё решить, да, потому что бывают мужчины, которые сразу начинают силой доказывать свою правоту, ну, прежде всего я вам скажу, что кто силой доказывает свою правоту, ну, применяет силу, да, это касательно вообще всегда, и по отношению к детям, к женщинам, кому угодно, когда применяет человек силу, это показатель слабости, когда ты применяешь силу, значит, по-другому ты не умеешь, да, значит, ты слабый человек, а вы не можете быть слабым априори, потому что вы император, да, вы постоянно из расклада в расклад выпадаете чисто, ну, императором, это уже даже смешно и не смешно, это мистика просто, вот, поэтому я вас просто хочу предупредить, что даже если появится там, да, давайте посмотрим, для чего вот, если он и появится, этот привет из прошлого, знаете, ему как будто захочется помириться с ней, вот, вернуть назад, вот этот ее бывший, то ли муж, то ли ухажер, да, вот, кто там с ней был, жил, может быть, в гражданском браке она была, захочется вернуть все, она не захочет с ним, не переживайте, но нервы просто он может потрепать, поэтому я призываю вас, не лезть на ржон, тем более с кулаками, ни на кого не бросаться, даже если кто-то из вас и дрочуны, никого не хочу обидеть, но тем не менее, да, много вас, и вы все разные, все по-разному решают проблемы, то смотрите, лучше это все решать полюбовно, потому что человек, ну, может быть, немного не в адеквате, да, и нанести, вот, ну, реально какую-то травму вам, поэтому я просто хочу вас, мальчишки, предупредить, чтобы не было никаких последствий с бедствиями, решайте все словами, спокойно, да, я вот вам скажу маленький лайфхак, ну, чисто психологический, да, вот, который вы многие любите, я знаю, такое маленькое отступление, когда вы общаетесь даже вот с энергетическими вампирами, всегда нужно оставаться спокойным, когда с вами кричит, ругается, пытается вывести вас на конфликт, любой человек в любой ситуации, это не только в отношениях, вы всегда стараетесь оставаться спокойным, тогда даже тот самый энергетический вампир, он не сможет с вами, ну, вами подпитаться, да, вот вы спокойны, вы не отдаёте свою энергию, его это бесит, да, и он успокаивается, быстро успокаивается, потому что вы его не подпитываете, он понимает, что ничего, он не покушает, да, не высосет вашу энергию, ну, никак, поэтому и здесь, даже если будет такая ситуация какая-то, вот если появится этот раз прекрасный, её муж, либо ухажёр бывший, да, спокойно решайте проблемы, спокойно объясните, поговорите, да, вот без конфликтов, потому что, ещё раз говорю, могут быть последствия с бедствиями, говорю не для того, чтобы вас запугать, да, а просто для того, чтобы предупредить, и так, давайте напоследок, какие будут у вас отношения с этой женщиной, да, что будет, это вообще шанс ваш, да, вот, шанс, даже больше не буду вытягивать карты, это будет и романтика, это будет как раз то самое родство душ, да, вот я не хочу ничего приукрашать, я вот говорю именно как есть, да, вот иногда вы пишете, вот, сказка красивая, но вы рождены, чтобы сказку сделать былью, да, вы точно так будете заботиться о этой женщине, она будет о вас заботиться, она очень такая вот сердобольная, даже несмотря на то, что она стала жестковатая, из-за каких-то вот проблем, да, вот, даже с тем же мужчиной, она много пережила, как и вы в своей жизни, но тем не менее, это будет, знаете, комфортный, очень тёплый, и очень такие уютные даже отношения, это очень такие, знаете, вот именно по солнцу, это отношения, которые приносят радость, которые приносят гармонию и покой, это отношения, в которых вы почувствуете себя мужчиной, причём мужчиной не ведомым, а ведущим, потому что император никак не может быть ведомым, вы будете управлять ситуацией, вы будете управлять какими-то делами, заботами, да, проблемами, решать это всё, Но вы мужчиной себя почувствуете, вот мужчиной с большой буквы. Если раньше вас, возможно, унижали, гнобили тем или иным образом, вот есть такие женщины, которые даже рукоприкладством занимаются, это вообще трэш, конечно, но тем не менее, вот в этих отношениях вы расцветёте, вот именно по-мужски расцветёте. Вы почувствуете себя увереннее, вы почувствуете, что вы нужны и что вы любимы. А это так важно, это важно для любого мужчины. И тогда реально просто вырастают крылья, хочется сворачивать горы, хочется ещё больше чем-то порадовать женщину, чем-то удивить, приятный сюрприз какой-то сделать. Поэтому, ребятушки, у вас потрясающие перемены в личной жизни будут. Единственное, не забудьте моё предостережение. Никаких конфликтов, да, всё решаем тихо, мирно и спокойно. И всё у вас будет хорошо, а любовь придёт в вашу жизнь обязательно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok